спасибо спасибо всем привет как вы поняли сейчас по взяли решила сходить сюда позаниматься без паши это спортзал который находится у нас комьюнити то есть я сюда пришла пешком вот вообще я уже позанималась когда сюда пришла здесь мужчина занимался просто пел испанские песни просто на весь зал и я такая окей хорошо что ничего не слышу в наушниках но сначала я такая как же его попросить чтобы он так громко не пел и хожу сюда иногда когда паша не может со мной пойти в большой спортзал вот до этого близко и просто нужна какая-то физическая активность потому что мы допустим сегодня полдня посидели за компьютерами ничего не делали поэтому не знаю надо двигаться а двигаемся очень мало поэтому спортзал вот это иногда вылучает хорошо что здесь есть вай фай я могу посмотреть видосики на ю тубе потому что не знаю у меня музыка как-то но я могу может 15-20 минут музыка походить потом она мне надоедает напишите в комментариях что вы слушаете в спортзале что вы вообще делаете пока там не знаю на беговой дорожке идете потому что понятно когда ты занимаешься какие-то силовые делаешь упражнения то да это наделать с музыкой но когда просто я на беговой дорожке 40 минут иду и бегу то музыка мне вообще не спасает очень скучно вообще мне уже пора домой идти собираться потому что мы сегодня поедем в гости и сейчас еще зайду на почту может там что-нибудь меня ждет интересненькое да да нифига там сколько всяких писем всякой газеты и вообще всего ненужного пришла какая-то посылочка на почту на будет завтра съездить забрать купоны из магазина смит и какие-то два письма и вот это я не знаю что такое ваше что-то пришло такое маленькое соседи тоже украсили дом могу тут даже музыка играет совсем тихонечко огромный пингвин ребят всем привет знаете что мне пришло в этом пакете это насадка на кран которая светится кажется зеленый что ли заказывал или синюю куда воду включаешь и я попытался открутить такую насадку в ванной мне не получилось нужен разводной ключ уж там очень жестко она на мертва встала и я сейчас хотя бы попробую на кухне проверю вообще на работает или нет два три кран горит только раз ночью пошел из на руки там помыть такой раз по тебе не надо свет включать зачем ты хочешь ночью руки мы спрашивали все мысли это пошел в туалет надо руки помыть надо свет включать что там будет и не имеется ввиду именно ночью вечером тоже света нету тоже темно вот сейчас не ночь на улице все верно так ну короче надо мне гаечный ключ а я сейчас принесу конечно 10 сейчас достану из кармана вот я уже собранная накрашенная выпрямила волосы вот и мы сегодня не в гости как я говорила идем на день рождения к нашему другу николасу кто не знает это наш друг он из бразилии разговаривать мы будем с ним на английском если кто не понимает английский то мы сделаем перевод поэтому включайте субтитры и учите английский николас кстати исполняется 21 год но он еще в таком мне кажется возрасте все равно вот прям подросток не знаю он то побреется то покрасит волосы в какой-нибудь странный цвет то он делает макияж в общем сегодня не знаю чем он нас удивит и вас тоже но мы уже к нему привыкли он классный с ним очень весело вот и все будут я думаю бразильцы на вечеринке вообще там будут да мы только одни русские но мы поправить по португальски мир от города кальтики я спорта стекла лучше вам не знать что это вообще мы немножко говорим по испански но как говорим понимание как и слова потому что мы полгода жили в аргентине и нам пришлось немножко подручить испанский язык и португальский и испанский очень похожи вот я часто у них там что они спрашивали они между собой разговаривают какое слово услышу знакомые мне а это то 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 значит они такие да да откуда ты знаешь им так нравится когда я понимаю о чем они говорят еще им очень нравится русским словам учиться так что они кстати говорят по-русски очень хорошо когда именно именно акцента такого прям сильного как у допустим американцев нет да кстати вот я делаю предсказание николас выйдет камеру и он скажет что не по-русски на привет меня зовут николай вообще мы уже собрались уходить из дома но николас нам написал чтобы мы не торопились потому что мы как бы идем не к нему домой а какой-то девочки у которых тоже день рождения в тот же день и она их подруга вот и поэтому их еще там нет поэтому короче мы сидим ждем я сегодня что-то разговаривалась кстати если вы куда-то опаздываете на круто встречу с человеком я считаю что это нормально ну разные бывают ситуации опаздывайте не опаздывайте это норм но обязательно напишите человеку если вы опаздывать ничего в этом такого нету прям лучше написать я опаздываю на 10 15 20 30 минут чем этот человек будет придет вовремя будет вас ждать лучше это человек тоже допустим на минут десять опоздает либо он уже будет знать что вы как бы опаздываете вот и часто люди как бы я чаще всего вовремя прихожу либо я всегда пишу я там типа опоздаю вот и я часто прихожу навстречу особенно там давно когда там в институте школе еще учились и жду жду пишу там чем-нибудь кто-нибудь не отвечает не делайте так лучше напишите человеку вот такой совет цвет от катюшки мы приехали сейчас ищем дом квартиру где не туда приехали какой-то не туда не такой адрес дали смысле 13 это вот это 7 это 8 на 13 ребята мы заблудились ему раздеть сказала 13 посмотри куда я думал я ввел гугл всегда кстати постоянно он взял выглубился мы еще не доехали он взял выглубился это очень короче нас куда-то не туда заводят нет это я тупой фишка в том что адрес на все дома у всех одинаковый адрес вот чем прикол как у нас типа знаешь логично конечно а я блин я по привычке буду думаю дом наверно такой и приехал это комьюнити дом мы нашли теперь мы еще квартиру у 13-14 раз 12 а нам посередине где она говорит нам на второй этаж наверно на первом будет вот это нормально зарядка кстати в америке с 21 года считаешь совершенно летним и разрешается покупать алкоголь и прочее спасибо спасибо николас накрашен и точно такая жесть тут с этим эти два мопсика гуляют таки они сразу меня нюхать стали все они от нас не отстанут они меня любят смотри мне кажется не киограндат свешу поднять реально ну кто-то хочет чтобы ты его поднял черного вообще почти не но как поросеночек паша подарил николас лягушку как его синик дейс и джапан кто это мы знаем мы кого-то знаем у ребят тоже собака и просто мне кажется от них пахнет собака они сразу начали ловаться вот такой вот здесь стол два тортика какие-то вкусняшки я сейчас буду пробовать от кого-то пирожок на самом деле очень много людей и все бразильцы говорят по португальски сейчас будет петь песню я чувствую вот это именинца и николас именинник просто он накрасился . такой прикол они увидели что я снимаю а у них смотри что два торта там тоже законно логично надо я буду снимать как они будут петь на сбудке близкого пляни вас там это карина я знаю мы знаем карину кая луис а 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 Конечно же знаем Николаса, Джон и Олени. Остальные для нас неизвестные все лица. На заказание тортиков идет. А вот это, кстати, их десерт называется Бригадерго. Еще они все очень шумные. Николас такой счастливый. О, в тортиках очень красиво выглядит. Паша сейчас попробует поднять вот эту бочку. Жесть. Тяжелый? Смотри, белый сразу такой, меня подними. Они тяжелые очень. Такие вы классные. А еще у Николса есть новость. Новая. Новая татуировка. Вы помните Фиби? Да, у него есть Фиби же кошка. И вот он сделал татуировку. Вот они. Моросеночек. Биги и Фиби. Фиби. Но вот теперь всем будем делать. Те пирожочки атакуют Катю. Все, мы уже с Пашей едем домой. Идем до машины. И просто такой дубак. В общем, мы решили не одевать куртки. И это было опрометчиво. О, какие слова ты знаешь. Опрометчиво. На самом деле, там все, блин, сегодня вообще все разговаривали по-бразильски, да? Обычно как-то... Нормально все говорили. Мы, они наоборот, мне кажется, нас такие окружили, сидят с нами что-то такие... А, что там пока, как дела? Ну, как обычно, интересно. Как у них, как и в России. Вот. Эти разговорщики, они всегда продолжаются, сравнивая две страны. Вот. В общем, едем домой. Мы только зашли домой, даже не успел переодеться. Сразу же пошел насадку в ванну ставить. Открутил ее. И оказалось, что там резьба идет внутри. А на этой насадке, которую вот здесь поставил, снаружи. Типа ты. А на вот здесь резьба, типа, с наружной стороны, а там, смотри. Короче, на ванну она не подошла, и пришлось поставить ее на кухне. Ну, на кухне-то, в принципе, ночью никто не включает. Но все равно синенький свет будет. Смотрите, как прикольно. Сдалека вообще классно смотрится. Света музыка. Представляете, сейчас был такой прикол. Катя заходит на кухню. Я ей не сказал, что установила этот кран светящийся. И она включает воду, и как заорет. А-а-а-а! Такая... Я испугалась. Что-то синее мне в кружку полилось. Да? А там был свет горел, когда ты включала? Нет. Ты, наверное, вообще что-то на меня наложила просто кучу. Великорела. Не помню. Мы уже налили себе чай, и сейчас посмотрим одну серию Элеона. Кстати, мы пьем чай без кофеиновый. И... Мне кажется, лучше спаться. Спаться лучше. Ну, не знаю, всегда нормально сплю. У меня с засыпанием проблемы. И ты сейчас не стала вообще засыпать? Потому что ты чай без кофеиновый. Ну, может. Вот, в общем, мы посмотрим одну серию Элеона, и будем уже спать. Вот, будем с вами по этому прощаться. Да, всем до завтра, и пока-пока. Пока-пока. Скажет привет, меня зовут Николай. Да. Мажем? Могу поспорить. И он так хорошо запоминает. Вообще, прям, очень, прям, он удивляет. Субтитры сделал DimaTorzok